Здравствуйте! Вы смотрите программу «Цена вопроса». Как мы уже убедились из предыдущих передач, бизнес – бизнесу рознь. И прибыль у всех разная. И затраты тоже. Но есть то, что объединяет всех предпринимателей – это идейное вдохновение и маржинальная прибыль. Думаю, каждый второй предприниматель рассматривал для себя бизнес в сфере общепита. В современном обществе посещение кафе стало частью социальной жизни и необходимой составляющей имиджа успешного и прогрессивного человека. Открытие собственного кафе в крупном мегаполисе или небольшом городе – перспективный бизнес при условии попадания в клиентский запрос для каждой конкретной локации. Прост и прибылен ли вкусный бизнес – сейчас разберемся. Какие первоначальные капиталы вложения у вас были для того, чтобы открыть кафе? Лично мой бизнес – это маленький бизнес, самый маленький бизнес в «Фоффши Пит». Я на самом деле вложил в этот бизнес за открытие 10 среднезаработных плат. Но соседа не установилась и, конечно, я покупал бизнес, готовый бизнес. Я не делал бизнес, я покупал бизнес. И потом, когда покупаешь бизнес, конечно, никто не продает бизнес, кто-то работает. Что-то не так идет, поэтому и продает. После покупки этого бизнеса начинается еще много-много вложений. У меня было нужно изменить целый формат на этой кафешке. Мне нужно было изменить вывеску, внутренний интерьер, меню. А это все связано с деньгами. И, конечно, еще наполовину, кто-то покупал бизнес, я вложил это деньги. По-вашему, с чего лучше начинать? Сколько столиков, на какое количество человек? Споря из меня самый оптимальный вариант – это 20 столиков. Потому что, когда 20 столиков, у тебя финансовые возможности небольшие, со 20 столиков ты можешь с маленькими работниками заработать деньги. Я с начала начинал с один повар, один официант и я втроем. И в процессе развивания бизнеса я уже вечером работаю с серым человеком. У меня в кухне есть основной повар, многоречий цех, холодный цех и мойщица. Два официанта в зале и Динька – это моя жена, это наш семейный бизнес. А я в зале, я официант, тоже работаю, встречаю наши клиенты. Я хочу принести такую атмосферу в моем кафе, чувствовать себя дома, уютно, приятно. Я всегда встречаю на больших клиентах, они уже знакомы, спрашиваю, как дела, на столе, покормят вкусно и отправят в двери. Зачастую бизнес-ланч составляет большую часть прибыли кафе. Чем будет разнообразнее ваше меню, тем довольнее клиент. Я сам в начале, когда начинал работать, я сделал меню. Ну, я придем на бизнес-ланч, работал и по умениям. Но меня что-то не хватало, не работало хорошо. Потом меня пришла така идея, я по начиналност българин. Я знаю, че все русские знаят България, а де-факто в Руси ничего българско не предлагается или что предлагается в очень маленькое количество. В кухня, даже я знаю, в Санкт-Петербург толка два рестора на български и я. И я начинал с така концепция руско-българска кухня, не толка български, но руско-български кухня. И когда я сделал рекламу, меня сразу 30% въвши върчка на второй день подняла се. Просто очень хорошо начинал работа от България. И проекта моя начинал уже вече интерьор в българска насока. Делам меня шкатер с български национални елементи на шкатер, ручники с български мотивы, еда българская. И так клиенты чувствуют, как скажу, интересно и уже вече есть концепция на моей кафешке. Если действительно вкусная еда, блюдо вкусное, да, клиент рассказывает, например, друзьям, знакомым, коллегам о том, что приходите сюда, мне очень понравилось. Но какую еще рекламу вы используете для продвижения своего бизнеса? На самом деле 80% это заработаю на сарафанное радио. Потому что, когда я начинал, у меня не болит деньги влагаться в разный бизнес, в рекламе, потому что у нее дорогость этой рекламы. Я заработал на сарафанное радио. Потом, когда уже вече начинал потихоньку прибыл, я уже поставил в интернет пространство, думаю, кафе. Я поставил в Яндекс, Гугл, Тугис, Вконтакте. И клиенты, когда приходили ко мне, так нравилось, что хотели поставить какой-то отзыв. И я уяснил, когда сделал так штрих-код. У меня с телефона сразу входят и доставляют контакт отзывы. На самом деле у меня на данный момент уже вече очень много отзывов и 95% пятерки. Меня начинали ходить постоянные клиенти. Как оказалось, они выворачивают микрозелени. И так они предложили на меня принести попробую микрозелени. Но я всегда креативен человек и какие-то новые интересные предложения я съглашаю все. Говорю, но пожалуйста, принесите. Принесли и так началось. Они объяснили им. И я всегда, когда ходят мои постоянные клиенти, нашли на стали, объясняли микрозелени. Там са ли интересные аромати, вкуси. И так начинало си, че очень большой интерес. Даже в интернет на пространство пишат именно микрозелени. Другое еще интересно. Я на каждый стали ставил сухарики. Они без деньги. Это комплимент от заведението. Там интересно, че я когда начинал с бизнес, заниматься, я делал по два хлеба, сухарики, ми не хватали на целый ден. А я уже вече делам 15-20 хлеба на ден. Они очень нравятся. Но мой ланч делается на любой вкус и любой выбор. Я сделал пет разни салат, салат, пет разни вида суп и пет разни вида гаречи блюда. И каждый человек можно выбирать любой суп. Горечий, салат, чай, морский компот на выбор. И я и пышка дарю вам в подарок для десерта. И все стоит во время стоимости. На любой выбор, как это выбирать, цена не изменяется. Цена всегда одна. Ты так понимаешь, что основной украинский поток это безусловно? Да, да. Я основной заработаю в этот центральный район, нахожусь здесь, очень много офисов. И у меня 90% от выручки именно в бизнес-ланч идет. У 12 до 4, это самый пик момент за мой кафе. По поводу рисков, да, очень многие люди и предприниматели боятся начинать открывать кафе, потому что, во-первых, они боятся того, что закупку продуктов мы, например, организуем, а можем не все продать. Продукты испортятся. С самого начала кафе, когда начинал работать, конечно, были мало клиентей. Когда мало клиентей, продукта мало. Я старался, такие количества сделаны, когда все будет свежее, вкусное и хорошее. Я на это обращал внимание. Я всегда покупал продукты с прямо количеством клиентей. Конечно, сейчас намного больше покупаю. И у меня всегда, когда сделать еда, там напишется дата изготовления еда, срок за реализацией на этой храна и когда надо уже эту еду выкинуть. Я так смотрю, всегда моя еда будет свежей и на хороший уровень. Да, какую вот от и до хотя бы прибыль можно получить месячную с небольшого кафе? Ну, примерно в порядок на 200 тысяч в месяц. В год максимум, да. Да. При положении, даже если мы не читаем моя заработная плата на мою жена, это стоимость ходить в наши заработные платы. Это мало денег. Ну, не делаем из души. У нас хватает на еда, мы ничего не лишаемся. Основные расходы для небольшого кафе – это что? Это в основном закупку продуктов, аренда, я так понимаю? Аренда, заработная плата и продукты – это основные расходы в кафешках. Самые большие расходы. Все остальное по мелочи сравнивается с растрат. Оборудование необходимо какое в начальном этапе? Ну, в начальном этапе я начинал с непрофессионального оборудования, потому что делаем упорная по шьему рынку стоит на очень большой деньги. Идем паракл, коль тактомат стоит порядок на полмилли Billion, один миллион. Стоит один нормальный паракл, коль тактомат. Я с самого начала начинал с непрофессионального оборудования. Но аصент уже вечно когда я начал хорошо работать, я подменяю по маленькую маленькую со профессионалом буду не и только конечно работать лучше еда получается вкуснее это профессионально не очень важно вообще окупаемость кафе происходит какой срок период значит я за бизнес кто-то покупаешь это учесть месяца как минимум даже я был сказал год бизнеса кто-то делаешь бизнес он уже вече 6 месяцев уже вече можно очень хорошо работать уже может работать но и ваши рекомендации предпринимателям которые все-таки не боятся ничего хотят открыть свою небольшую кафе но самый мой совет кто можно скажет смело потому что очень много люди боятся и поэтому они не заработают когда хотят заработать деньги надо риск надо смелость и все будет хорошо я знаю очень много люди где-то очень хорошие профессионалисты но она у них не хватало это смелость и уверенность во себя и у нее не заработали а была эта смелость и уверенность во себя я осуществил эти люди получилось и более заработали очень очень много деньги поэтому люди смело все будет хорошо задумываясь об открытии точки быстрого питания никогда не стоит сбрасывать со счетов дешевые и доступные заведения кафе и ресторанам всегда предъявляют повышенные требования поэтому раскрутиться в условиях жесткой конкуренции крайне сложно открытие небольшого кафе или закусочной предусматривает минимум усилий и средств на всех этапах но бизнес план идеи должен быть обязательно иначе даже такое дело может обанкротиться сетевой бизнес понятие очень обширная по принципу очень напоминает пирамиды и надо понимать что если вы в сетевом бизнесе только входить то скорее всего ваши доходы будут очень маленькие много зарабатывают те кто стоит в начале этого сетевого бизнеса кто стоит на верхушке они зарабатывают много при этом не вкладывая уже фактически никаких своих собственных усилий они создали сеть распространителей товаров и услуг и они находятся наверху пробиться наверх снизу сетевом бизнесе очень и очень тяжело на самом деле я наверное бы не рекомендовал никому заниматься сетевым бизнесом важны детали интерьера личное присутствие в бизнесе сервис и конечно же вкусная и свежая еда а и Субтитры сделал DimaTorzok